И вот, как стало известно, сегодня город Канаж первым из пяти моногородов Чувашской Республики получил статус территории, опережающего социально-экономического развития. Присвоение городу железнодорожников такого звания открывает принципиально новые возможности, подчеркнул глава Чувашии. Будут созданы высокотехнологичные рабочие места с достойным уровнем заработной платы, и, что важно, появятся новые инструменты для привлечения инвестиций в экономику города, отметил Михаил Игнатьев. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Недведев сегодня подписал постановление Российской Федерации о признании Канажа территорией, опережающей развития. Для нас это очень важное мероприятие. Мы шли к этому статусу больше полугода. Это тяжелая работа была для того, чтобы доказать, что Канаж и Чувашская Республика достойны предсвоенной статусы. Это очень выгодно для города Канаж, поскольку дает возможность обладать более привлекательными условиями, и, соответственно, предприниматели, которые будут заинтересованы, будут обращать, прежде всего, именно на этот город. Поскольку территория, обережающая статус, это подразумевает облегченный налоговый режим. Первое – это снижение ставки налога на прибыль при сегодняшних 20 до 5 процентов. Это первые 5 лет. И до 10 процентов – это вторые 5 лет. Освобождение ставки по налогу на имущество, по земельному налогу. А также, самое главное, это страховые взносы с 30 процентов сегодняшний до 7,6 процентов. Это, еще раз говорю, достаточно серьезный инструмент поддержки бизнеса, кроме территории самой, кроме придания этого статуса и облегчения времени налогового перед предпринимателями. Мы еще снимаем тоже некоторую напряженность, даем возможность более быстрым темпом развиваться в городе Канаж. Это связано с строительством инфраструктуры. То есть мы тоже эти затраты взяли на себя для того, чтобы, еще раз говорю, облегчить развитие предпринимательства в городе Канаж. В текущем году вся инфраструктура будет построена, поэтому, пользуясь случаем, мы хотели бы, видимо, что и кабинет министров, поскольку вся республика принимала участие в подготовке данной заявки, пригласить предпринимателей, как Чувашских, так и сторонних, развивать бизнес у нас в республике, где обеспечены самые благоприятные условия для его ведения.